Мальчик, ты что тут делаешь-то? Иди в выпуск смотри! Всем, белка, с вами Катя Бельчик, и мы попали на новый выпуск Неглядя. Да, как некоторые говорят, раньше было лучше, где старые рубрики. И, ребятушки, сегодня наш любимый Неглядя, да. Кто, кстати, не в курсе, это вообще наша была самая первая рубрика на канале, и она, между прочим, существует и по сей день, и мы ее очень любим. Просто когда-то было, что она выходила вообще каждый раз, и кроме нее ничего не было. А сейчас на нашем канале просто многогранное количество всяких шоу, но для Неглядя у нас всегда есть местечко. Не только на канале, но и в нашем. И сегодня у нас такой выпуск, который я очень давно хотела сделать, но никак не могла найти вот эту шоколадку. То есть пикник у нас продается везде, и вы мне часто писали, Катя, сравни давай с каким дешевым аналогом, ну, то есть зеброй. И вот я нашла две эти шоколадки, они были сразу в одном магазине, и сегодня мы с вами узнаем, есть ли дешевая замена пикнику. Открываем наш счетчик и начинаем. Первый критерий – это цена. Как я уже сказала, дешевая замена пикнику – это зебра. Собственно, она стоила 23 рубля, а сам пикник стоил 30 рублей. Причем, причем, что касаемо по граммам, кстати, прям, мне кажется, даже видно. Вот здесь вот 40 грамм написано, а здесь 38. Два граммчика, ага. И при том, что еще вот эта шоколадка дешевле. То есть очевидно, что наш первый балл уходит в шоколадке зебра. Это Яшкина. Шок-контент. Шок-контент – это Яшкин. Я решила прочитать, думаю, какая фирма. А здесь это, наверное... Это у нас Манделес. Это та же фирма, что Милку делает, нашу любимую. В принципе, это было ожидаемо. А это Яшкина. То есть, как бы, российский производитель против иностранного. Ну, хотя, возможно, Яшкина уже давно выкупила, кто-то иностранный. Мы не уточняли, как бы выкупил. Нет. Нет, ну, мы прям наши вообще чистые. Рашин, Рашин Яшкина. Следующий критерий – добросовестность производителя. Сейчас мы взвесим наши шоколадочки Как вы помните, здесь 38 грамм заявлено Здесь 40 и проверим На самом деле это так Ввешен пикник 40 грамм вместе с упаковочкой Нормально, а здесь Че? Не, ну вы че издеваетесь? Ладно, давай без упаковки Это зебра За какой-то дыркой Как только может быть 36, а здесь пикник 39 Нет, ребята, я конечно ничего не хочу сказать А я скажу Я конечно не хочу, но скажу Погрешность, скажете вы, ну не знаю То есть как бы У нас идет здесь вроде бы как 2 грамма больше Мы такие классные, мы дешевле Однако обман Будем снимать балл? Пусть на усмотрение зрителей Проголосуют вопросы Проголосуйте, да, вопросы Как вы считаете И вы решите судьбу Ну не знаю, не знаю Может быть конечно погрешность Ну такое себе Ну приятного мало, приятного мало Ладно, я не буду сейчас снимать В общем, на ваш суд, да Едем дальше Следующий критерий у нас Упаковка Здесь, конечно, как всегда Все дело субъективное Пикник это вообще такая упаковка Уже до боли знакомая С детства Она нам уже примелькалась Мы все ее любим И шоколадку тоже любим В принципе она классная, да Но зебра она как бы не уступает Еще в чем плюс Здесь более плотная бумага Она такая матовая Симпатичная В принципе дизайн тоже Такой достаточно достойный Мне сложно выбрать Я, наверное, никому не отдам балл Просто вам вот расскажу Что я бы выбрала Ты в какую выбрала? Зебру Да, мне честно говоря Тоже зебра больше нравится Она более стильная какая-то Поэтому я бы отдала балл ей Но это все-таки субъективно Слишком Пишите в комментариях Пикник или зебра Вот какую бы вы выбрали Чисто по упаковке Я про вкус сейчас ничего не говорю И я предлагаю нам с вами Не задерживаться И сразу переходить К закрытому тестированию Узнаем какая же шоколадка вкуснее Ну что, начинаем Наше закрытое тестирование Так Все, начнем Мне кажется, ты тоже что-то живешь за кадром Нет Ты ошибаешься Угу Пока непонятно Пока будто пикник обычный Сейчас попробуем второй Здесь более выражены орехи И изюм Прям много изюма Так, друзья Что-то сегодня сложновато Понять вообще Давайте еще разок Хорошо чувствуется изюм Орехов практически не чувствуется Мне кажется, это пикник Потому что у него какой-то есть Свой определенный Такой Привкус Но не то, чтобы это привкус Старой шоколадки Но когда есть пикник Ты всегда знаешь, что это он То ли шоколад какой-то Вот чуть-чуть чудной То ли что-то добавлено Какой-то есть послевкусие То ли это изюм Какой-то странный А вот это, мне кажется, не пикник Потому что это вообще что-то другое Ну-ка Здесь более толстый слой шоколада И очень много арахиса Это точно не пикник Слушайте, я, во-первых, не знаю, кому отдать бал Потому что и то, и то По-своему вкусно В принципе, что этот Что тот шоколад С удовольствием бы съела Но здесь вот больше орехов Мне кажется, поинтереснее вкус И шоколада самого больше В принципе, мы же шоколадный батончик В первую очередь берем из-за шоколада Вот здесь он как-то повкуснее был Я, наверное, балл свой отдам за вкус Точнее, своих два балла за вкус Я отдам вот этому шоколаду Предположу, что это зебра Все-таки, мне кажется, вот память мне не изменяет Это вкус пикника Хотя давно я его очень не ела Но предположу, что это он Yes Угадала? Давайте рассмотрим разрезы Я вам покажу просто поближе Вот, смотрите, разрезы Вот это шоколадка пикник Вот это зебра В принципе, практически одно и то же Здесь чуть побольше, мне кажется, нуги Хотя я не сказала бы, что это очень чувствовалось во вкусе А так примерно одно и то же Главный вопрос Ты же там ел за кадром Что тебе больше понравилось? Зебра У меня грецкого ореха нет А ты веришь, что здесь грецкий орех? Не знаю, мне кажется У пикника прям грецкий орех чувствуется очень сильно Ну-ка, давай посмотрим Дай-ка я прочитаю Мне кажется, здесь нет грецкого ореха Потому что это именно пикник с арахисом Здесь нет грецкого ореха, ты чего? Слушай, ну знаешь, такой арахис на вкус Как грецкий орех Вот у пикника есть характерный вкус Вот я вам серьезно говорю Вот если вы его едите Вы его узнаете из тысячи Я не могу объяснить Но этот вкус не самый лучший Этот привкус, точнее, не самый лучший Скажу вам честно Но он имеет место быть То есть от этого пикника становится хуже Но как бы в зебре этого привкуса нет И она как бы очень вкусная оказалась И в ней прям много реально арахиса И арахис что ли повкуснее Может быть здесь привкус Знаете, арахис не сильно свежий как будто бы Может быть менее поджаренный Не знаю, что-то вот Что-то мне не нравится Здесь в зебре прям Противионный лайк от меня, да Да, раньше было лучше Ну что, друзья Получается у нас выигрывает зебра Практически по всем критериям Осталось только вам выбрать Какая упаковка нравится больше Пикник или зебра Не забывайте обязательно писать в комментариях Посмотрим, кого будет больше Ну прям сегодня как-то единогласно Практически Единогласно в смысле Единобально Единобально, единогласно У меня был единственный голос Побежает для нас сегодня зебра Всем большое спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал Проверьте обязательно подписку Потому что YouTube у нас лагает в последнее время И частенько вас отписывает Мы увидимся с вами совсем-совсем скоро В новых выпусках До новых встреч Всем белка Субтитры сделал DimaTorzok